Доброго времени суток! На связи Иннокрошаев Олег и сайт Photoshop Сундучок. Очень часто в конце процесса реставрации старых фотографий, снимку добавляют эффект сепии. Эффект сепии можно получить многими путями. В этом уроке я покажу вам некоторые из них. Итак, давайте приступим. Откроем список корректирующих слоев в палитре Слои и выберем цветовой тон Насыщенность. Раскрываем список Набор и выбираем Сепия. И получаем вот такой вот приятный желто-коричневый цвет. Давайте сделаем снимок в палитре История, просто для того, чтобы можно было сравнить. Перейду на состояние Открыть и следующий способ. Это корректирующий слой поиск цвета. Раскроем список файл 3D LUT и, к примеру, поставим 8 файл сверху. Получился очень сильный результат, но можем уменьшить непрозрачность слоя и также получаем очень неплохой результат. Давайте выберем еще какой-нибудь. К примеру, выберем вот такой вот. Поработаем немножко с непрозрачностью и получили вот такой вот результат. Ну и так далее. Вы можете здесь сами повыбирать всякие файлы 3D LUT. Перейду на состояние Открыть и следующий способ это корректирующий слой фотофильтр. По умолчанию встал тёплый фильтр 85. Можем поработать с плотностью, уменьшить или увеличить. Или поставить цвет. И опять поработать с плотностью, выбрать наиболее оптимальный вариант. Опять перешел на фильтр. Могу выбрать, к примеру, не тёплый фильтр 85, а, к примеру, тёплый фильтр LBA. Эффект похожий. Создадим снимок и перейдем на состояние Открыть. Следующий вариант Сепи это корректирующий слой черно-белое. Мы с вами можем здесь поставить галочку Оттенок и получили вот такой вот приятный цвет. При этом мы можем его поменять. Щелкаем по цветному квадратику правее слово Оттенок и можем сделать немножко другой оттенок. К примеру, вот такой вот и поработать с непрозрачностью. Есть. Перейдем опять на состояние Открыть и добавим еще один корректирующий слой. К примеру, я выберу цветовой баланс. Здесь мы можем уже поработать движками цветов. Добавим желтого цвета и чуть-чуть красного в средних тонах. Зайдем в тени и тоже немножко добавим желтого и красного. Вот такой вот вариант получили. Сделал снимок в палитре Истории просто для того, чтобы сравнить. Перешел на состояние Открыть. Еще один способ. Добавляю корректирующий слой. Цвет. Давайте выберем какой-нибудь такой коричневый. ОК. Режим наложения у верхнего слоя, заливка цветом. Я ставлю Цветность и получил вот такой приятный цвет. Можно поработать с непрозрачностью. Нажимая на значок фотоаппарата, создал снимок в палитре История. А если мы с вами переведем изображение в режим градации серого, то мы можем потом зайти опять в Изображение, режим и выбрать такой пункт как Дуплекс. Выбрать тип, к примеру, Дуплекс, раскрыть список, Стиль и вы видите огромное количество всевозможных здесь наборов. К примеру, выберем самый нижний, Yellow 4 и получили вот такой вот результат. Можем выбрать другой. Ну и так далее. Вот я их перебираю постепенно. Можно подобрать какой-то определенный. К примеру, можно оставить вот такой вот. Сделаем снимок в палитре История. Кроме способов, которые я вам показал, существуют также и другие. Но это наиболее простые и быстрые. Давайте посмотрим, что у нас получилось в результате. У меня в палитре История 8 снимков. Давайте их переберем и посмотрим наши результаты. Первый снимок, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой. Как видите, можем получить совершенно разные результаты и подобрать такой вариант, который подходит именно для вашей картинки. На этом наш урок окончен. А если вы интересуетесь реставрацией фотографий, то под этим видео находится ссылка или кнопка, нажав на которую, вы перейдете на страничку, где можете посмотреть уроки по реставрации старых фотографий. Спасибо за внимание. С вами был Накрошаев Олег и сайт Photoshop Сундучок. Продолжение следует...